АПЛОДИСМЕНТЫ ДЕЛА В БОГЕ СОДЕЛАННЫЕ Тема сегодняшней проповеди. ДЕЛА В БОГЕ СОДЕЛАННЫЕ Наши дела – это наша характеристика. Вера без дел мертва. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вера подтверждается делами, то это характеристика. Моя личность. Человек, у которого мертвая вера, то есть вера, не подтвержденная делами, но это религия. Ты религиозный человек. Может быть, снаружи все четко, все классно, но это характеристика, имеющая вид благочестия, а силы же его отрекшиеся. А если вера подтверждается делами, это вера живая. Живая вера характеризует личность. Это вера. Это человек Божий. И мы должны внимательно следить за тем, что мы делаем. Сегодня я коснусь вот этих двух граней. Однажды ученики задали вопрос, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Момент. Что делать, чтобы творить? Это разные вещи. Делать и творить. Делать – это что-то из области того, что все делают и повторяют, или возобновляют, и ничего не происходит. Но мы должны понимать, что все наши телодвижения, все наши усилия, все наши дела, они должны привести нас к тому, что мы должны творить. Делатели и творцы – это не одно и то же. Однажды делать или что нам делать? Мы должны раскусить секреты своей технологии, своей молитвы, своей профессии. Ну, короче, наша стратегия нашей жизни, она должна быть настолько грамотной, чтобы однажды мы начали творить дела Божьи. Потому что, когда ты просто что-то делаешь, в мире ничего нового не появляется. А вот когда ты начинаешь творить, вот тогда появляется что-то новое. Все творю все новое. Когда происходит творчество, акт творчества, рождается то, чего в мире не было. Так вот, Бог хочет, чтобы мы не только что-то делали, но чтобы мы творили. Причем не просто творили, а творили дела Божьи. А все, что Бог творит, это уникально, это эксклюзивно. Амин. И если уж мы назывались назвались новым поколением, то, вероятно, на роду нам написано сделать что-то новое. Амин. Иногда дела, это не что иное, как повтор чьих-то дел, это дубляж чьей-то истории. Но вот в том-то и дело, и в том-то уникум нашего призвания, что Бог каждому из нас творению дал способность стать творцом. Творец сделал нас творением, для того, чтобы творение однажды могло стать творцом. Потому что это и есть образ и подобие. Каждый в своем плане, каждый в своем призвании. у меня своя тема, у вас своя тема. Ковчега завета не было, а мы взяли и сотворили. Его не было, а вот это мое поприще, это вот, ну, как сказать, моя диссертация. Не всем надо писать, потому что кому дано, кому не дано. Ты на своем поприще, как евангелист, ты парикмахер, ты повар, ты летчик, ты там разведчик, ты, я не знаю, кто, ну, продавец земли, раньше спекулянтом называли, но стань, пожалуйста, творцом новой, новых технологий. Я считаю, что Бог нас призвал творить все новое, если мы новое поколение. Амин. Что делать, чтобы творить? Вот этот ключевой вопрос. Я не хочу что-то делать. Я хочу, чтобы все мои дела, они привели меня однажды к моменту рождения или творчества того, чего еще в мире не было. Амин. Если Бог каждый день творит все новое, а этот Бог наш отец, а этот Бог дал нам свою генетику, это означает, что если я в Боге рожден, значит, у меня есть потенциал творить новое. Амин. Давайте теперь прочитаем несколько мест. Первое это Откровение 14,13. Первое это Откровение 14,13. И услышал я голос с неба, говорящий мне, почему у нас нам нужны вот такие молитвы, которые у нас были в начале. Я просто рекомендую, братья и сестры, кто-то уже раскусил, кто-то уже нырнул, кто-то понимает, что это очень необходимый и важный момент, кто-то скучая стоит и говорит, ну, когда все это закончится. Братья и сестры, если мы не услышим голос с неба, если мы не увидим славу Божию, мы погибнем. Вот такие молитвы нам нужны для того, чтобы религия умерла, чтобы завеса разорвалась, чтобы пелена с глаз упала, и чтобы мы могли видеть славу Божию. Амин. Пять минут и молитва устали. Здравствуйте. Здесь наоборот, можно свистеть и говорить, хватит, хватит. А вы должны говорить, нет, нет, не хватит, мы еще два часа будем молиться. Амин. Поймите, религия, она рассматривает молитву, ну, просто как обряд. Просто делают. А мы хотим молиться, чтобы творить дела Божьи. Чтобы в молитве тебе идеи приходили, чтобы в молитве тебе приходили ответы на тупиковые ситуации. Давайте превратим молитву не в монолог, а в диалог, когда мы что-то Богу говорим, какой-то вопрос задаем, и от Бога мы слышим ответ. Амин. Первая строчка. И услышал я голос с неба. Это первая мысль. До тех пор, пока мы не услышим голос с неба, мы будем стоять на месте. Мы будем просто делать привычные, стандартные, банальные дела, которые в жизни ничего не поменяют, и которые тебя загонят в тупик, усталость, разочарование. Ничего не меняется, что-то делаем. Мы должны что-то делать, благодаря чему в этом мире будут рождаться новые вещи. Итак, первая мысль. И услышал я голос с неба, говорящий мне. Не просто раскаты грома, которые всем говорят. Небеса говорят персонально. И услышал я голос с неба, говорящий мне. мне. Я вот о чем молюсь сейчас в последнее время. Классно, что Бог кому-то Бенихину говорит, Дагмилсу говорит, Йонгичо говорит, там еще. Но это классно. Я хочу, чтобы голос с неба говорил мне. Амин. когда Иисус вышел из этого Иордана, голос с неба был. И услышал я голос с неба, говорящий мне. Подчеркните эту мысль и молитесь каждый день и каждое утро. Я хочу услышать голос с неба, говорящий мне. Если небо будет управлять мною, на земле у меня будет успех, победа и достижение. Амин. И что же, что же голос с неба сказал? Напиши. Третья мысль. Голос с неба. Первая мысль. Персональное обращение. Вторая мысль. И третья. Это все писать надо. Вот вы сейчас спите, некоторые глаза закрыты. Вы что, спать пришли сюда что ли? Толкни соседа, скажи, вы что? Я проповедую закрытые глаза. Вы что? Писать надо. Когда голос с неба звучит, то надо писать. Там не написано запомните. Здесь написано напишите. Отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит, дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Напишите, запомните, дела их идут вслед за ними. Человек умирает. И, казалось бы, с ними должны умереть вся их история. Человек умирает, а история живет. Человек умирает, а его история живет. Дела их идут вслед за ними. И блажен человек, если эти дела в Боге соделаны. Эти дела могут тебя либо прославить, возвеличить, вознаградить, либо эти дела, они могут проклясть тебя и повергнуть в озеро огненное. Мы должны внимательно следить за своими делами. День заканчивается. даже если какие-то косяки, даже если какие-то дела, которые тебя будут характеризовать не в очень выгодном свете, их надо утилизировать. Покаяние это лучший способ утилизации неблаговидных поступков. Амин. Если ты не хочешь, чтобы плохие дела, черные дела, проклятые дела, как шлейф тянули за тобою, покайся. И если ты покаешься, кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха, и за тобой только хорошие дела идут. Не кайся за хорошие дела, кайся за плохие дела. Амин. Итак, следующая мысль. Ревизия наших поступков, ревизия наших дел. Не надо накапливать вот этот шлейф тех дел, которые осуждают тебя, которые разрушают твой авторитет. Дела идут вслед за ними. Наши дела могут либо нас прославить и возвеличить, либо наши дела могут нас посрамить, опозорить и проклясть. Следите за этими делами. Второе место, которое хотелось бы прочитать, это Иоанна 6. Как раз то, о чем мы только что говорили. Иоанна 6, 28. Итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Все-таки, наверное, ученики видели дела человеческие, дела фарисейские, дела религиозные, и все-таки с Иисусом ходили, и они видели дела Божьи. Видите ли, вот в этом спектре наших поступков, вот в этом спектре наших дел есть дела Божьи, а есть дела дьявольские, а есть еще наши дела. И вот иди разбери, где что. И вот ученики, разбираясь, рассматривая вообще-то вот всю эту кухню, они обнаружили, что есть дела человеческие, есть дела какие-то еще там непонятно какие, а вот не хватает дел Божьих. И мне кажется, в пору сегодня нам проанализировать свою жизнь и ощутить дефицит Божьих дел, сказать, Господь, если уж за мной дела идут, пусть за мной идут Божьи дела, которые меня прославят. Амин. Если ты творишь дела Божьи, то, вероятно, Бог будет тебе покровительствовать, а? Скажите, выгодно или нет? Если ты дела дьявола делаешь, дьявол будет покровить и сказать, это моя программа, это мой сценарий, и я тебе помогаю осуществлять. Каин делал дела дьявола, и дьявол давал ему идею, как осуществить, как его, своего брата уничтожить. Если ты озадачен, если у тебя внутри желание делать дела Божьи, Дух Святой тебе даст технологию осуществления этих дел. Амин. Боже, дай нам, пожалуйста, вот это желание и страсть творить дела Божьи. И в этом вопросе, повторяю, сокрыта, ну, знаете, глубина, что делать, чтобы творить. Я не хочу ограничиться только тем, что я должен что-то делать. Что-то надо делать. Ну, давайте ячейку, ну, еще что-то давайте сделаем, ну, давайте еще что-то, евангелизацию, ну, давайте еще что-то. Нет, Господь, помоги мне найти ключ. Дела, вот эти вот, что делать, это ключ к тому, чтобы включить вот этот вот, вот этот вот творческий процесс творить дела Божьи. Творить дела Божьи, за этим стоит, в общем-то, большая ответственность, потому что творить дела Божьи, это идентификация, это, это хотите или не хотите, это, это сотрудничество, это, это какой-то корпоративный труд, если говорить о делах Божьих, это значит, я сотрудник Богу. Видите, что делать, чтобы стать сотрудником Богу. Потому что творить дела Божьи в одиночку никогда никто не сможет. Творить дела Божьи могут только те люди, которые, ну, разобрались, если говорили, Бог, ну, как это ты делаешь, чтобы я это делал? То есть, творить дела Божьи, это оказаться в Его команде и признать Его шефом, который тебе может помочь. Видите, когда мы так привыкли, что, Господь, мы делаем свои дела, Господь, а ты твори свои дела. Но Бог хочет, чтобы чтобы то, что Бог творил, и ты творил тоже. И Он даже это желание в тебе производит, Он производит в нас и хотение, и действие. Он хочет, чтобы сегодня хотя бы у нескольких людей в зале возникло это желание творить не свои дела, привычные, там нет риска, там никаких нагрузки нету, там просто встал, поел, почистил, помолился, пришел, ушел, Там вообще, когда Бог делает, что-то меняется и там, и там, и там, и везде. Так Бог хочет найти сегодня сотрудника, сказать, хочешь ли творить дела Божьи, иди сюда, я кое-что тебе расскажу. Не отделяй свои дела от дел Божьих. Никогда не говори, я человек, я ничего не могу, от меня ничего не зависит, а Бог там пусть, там, на своей кухне что-то делает. А-а. Сам Бог, Он ревнует об этом. Помните? Отпусти народ, потому что они уже проголодались. А Господь говорит, нет, не хочу отпустить народ, хочу их накормить. Ученики, да где же ты столько хлеба возьмешь? Как только речь начинает идти о делах Божьих, в наших мозгах появляется легкое напряжение. Не просто напряжение, возражение. Господь, где хлеб взять? А Он говорит, поищите. Нашли пять хлебов, две рыбы, и ученики уже в сторону отошли. Ой, слава тебе, Господь. Этот Иисус, что-нибудь как придумает, так придумает. Вот и пусть кормит. Иисус только помнил, что он говорит, ребята, а ну-ка встали. Что? Я хочу, чтобы вы творили, чтобы не только я творил дела Божьи, а чтобы вы творили дела Божьи. А что делать? Разломал хлеб. На тебе кусок. На тебе кусок. На тебе кусок. И что делать? Вот что я делал? А теперь и ты делал. И что? Пять тысяч? Пять тысяч? Хочешь творить дела Божьи? Рискуй. Запомните, все дела Божьи связаны с риском. Но риском, оправданным. Потому что, если уже Бог благословил этот хлеб и дал тебе, он никогда не закончится. Отсюда вывод, друзья. Следующая мысль. Бог желает, чтобы чудеса происходили не только в Его руках. Бог желает, чтобы чудеса происходили в наших руках. Преломляй хлеб. Это такая многогранная истина. Хлеб – это слово. Если по слову Иисуса исцелялись, освобождались, разрушались дела дьявола, в твоих устах то же самое слово. Воспроизведи то, что делал Иисус. Что такое творить дела Божьи? Воспроизведение. Воспроизведение. То, что делал Иисус. Он взял хлеб и преломил, раздал ученикам. И теперь ученики преломляют хлеб. Что делать, чтобы творить дела Божьи? Я бы хотел, чтобы в каждом сердце сегодня возникло это жалование. Я хочу творить дела Божьи. Потому что от человеческих дел, от религиозной суеты и вот этой всей суматохи ты только устаешь. Как кто-то пел от ненужных побед остается усталость. если завтрашний день не сулит ничего. Но когда ты творишь дела Божьи, дух бодр, хотя плод немощно, я когда оказываюсь сотрудником в его команде, когда я чувствую, что какое-то дело Божье сделал, вы знаете, нет большего счастья, нет большего восторга, нет большей радости, когда ты видишь сверх естественный элемент в твоем поступке, в твоих действиях и в твоем решении. Амин. Что делать, чтобы творить дела Божьи? И что Иисус отвечает? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. С чего начинается дело Божье? Без веры Богу угодить невозможно. вот дело Божье, чтобы вы веровали не в чудеса, братья и сестры, не вера в чудеса, это дело Божье, вера в того, кого послал Бог, вера во Христа Иисуса. Чудеса вторичны, Христос первичен, что больше золото или храм освящающий золото? Что больше дары Святого Духа или сам Дух Святой? Что больше прощение грехов или тот, кто прощает? Вот здесь-то мы возвращаемся к откровению Сына Божьего. Вот дело, чтобы вы веровали в того, кого послал Отец. что делать, чтобы творить дела Божьи? Это получить откровение об Иисусе, потому что Библия говорит, без меня, Иисус говорит, без меня не можете делать ничего. Во Христе Иисусе сокрыта вся полнота Божества телесного, дабы Ему иметь во всем первенство. Мы можем иногда напрягать веру. Я верю в чудеса, я верю в исцеление, я верю в освобождение, я верю. Поймите, что ключ ко всем вот этим освобождением во имя Иисуса Христа. Если вот это во имя Иисуса Христа ничего не отзывается внутри, то всякие попытки и напряжения дьявол уходи, дьявол твоей молитвы не боится. Дьявол боится откровение об Иисусе Христе. Поэтому моя молитва Бог открой Иисуса Христа, открой, что мы во Христе и Христос в нас. Братья и сестры, это очень принципиально. Религия пытается изменить состояние, не изменяя статуса. Живая вера меняет статус и изменив статус меняет состояние. Сколько людей сегодня, чтобы легче стало, чтобы исцеление пришло, чтобы процветать уже. Вся жизнь направлена только к тому, что я верю, что изменится мое состояние. Бог-то занимается совсем другим. Он хочет, чтобы изменился твой статус. Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, а если ты сын мой возлюбленный, я сделаю для сына моего абсолютно все. Если Христос сын Божий и рассматривая историю Иисуса Христа, я должен видеть свою историю во Христе Иисусе. И то, что в нем происходило, это будет происходить во мне. Следующий момент. Отождествиться со Христом это ключ всех достижений и любого успеха. Вот дело Божье, чтобы мы веровали в того, вы заметили, что здесь нужно, чтобы вы веровали в исцеление. Где вы, откуда это взято? Я должен верить в исцеление. Я должен верить во Христа Иисуса. Это разные вещи. Бесы веруют в исцеление. Колдуны верят в исцеление. Язычники верят в исцеление. Им по барабану. Откуда оно не придет? Я верю во Христа Иисуса. И в нем решаются все абсолютно мои вопросы. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Братья и сестры, я сегодня просто как в церковный колокол звоню. В церковь должен вернуться христоцентризм. Не вера в чудеса. Вера во Христа Иисуса. Я знаю в кого я уверовал. Потому что именно во Христе сокрыта вся премудрость. Во Христе сокрыта красота, победа, достижения, прощения, исцеления, разрушения. Все, что мне необходимо, все как с Ним не дарует нам и всего. Амин. Дело Божье это не вера в чудеса, это вера в того, кого прислал в этот мир наш Господь Отец Небесный. Амин. Меня это восторгает и я прошу Духа Святого проведи ревизию. Потому что друзья, все, кто верили в чудеса и не верили в того, кого Бог послал, исцеленные, накормленные, освобожденные, они Сына Божьего распяли, они верили в чудеса, но не верили в Сына Божьего, Которого Отец послал в мир. С тех пор мало что изменилось, пришел к Своим, а не верили в чудеса, но не верили во Христа Иисуса. Это ключевой момент. Что делать, чтобы творить дела Божьи без откровения об Иисусе? Мы никогда ничего не сможем творить дела Божьи. Знаете почему? Потому что Бог каждого из нас рассматривает через призму крови Иисуса Христа, через призму Его Голгофской жертвы и через призму Его воскресения. Мы во Христе. Следующий пункт. Для того, чтобы творить дела Божьи, мы должны уверовать, что я во Христе, а Христос во мне. И мы вместе. Это не просто я говорю, я молюсь. Я во Христе Иисусе, а Христос живет во мне. И если Христос живет во мне, и я верю в того, кого послал Отец на землю, то, что происходило во Христе Иисусе, будет происходить и во мне. Более того, Иисус говорит, то, что я делал, а Иисус делал дела Божьи, вы будете творить еще больше. Амин. Итак, первое. Что делать, чтобы творить дела Божьи? Первое. Это веровать не в чудеса, а веровать во Христа Иисуса, Который творит чудеса. Уверовать в завет, уверовать в это отождествление, что я во Христе, и Христос во мне, чтобы творить дела Божьи. Следующее. Это Иоанна 3, 21. Иоанна 3, 21. Чуть раньше начнем. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Опять дела. Что делать? Что делать? Чтобы за мной тянулся не мрачный шлейф проклятия, а благословенный шлейф Божьих дел. Что делать, чтобы творить дела Божьи? И вот люди, они не идут к свету. Иоанн рассуждает очень глубоко. Не идут к свету, потому что дела их были злые. Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. Есть люди, которые сознательно делают зло. Помните, фарисеи взяли женщину, привели к Иисусу и сказали, по закону ее нужно побить камнями. Они приходили не для того, чтобы истину познать, они приходили для того, чтобы искушать Иисуса. И смотрите, а Иисус говорит, я и свет миру. И когда Христос ярко включил свет, они ушли от этого света, потому что дела их были злые. Он сказал, кто из вас без греха? Начинайте казнь. И люди, обличаемые Духом Святым, в своей совести побросали камни вместо покаяния, вместо того, чтобы во свете, увидев вот это безобразие, раскаяться и освободиться. Они возненавидели свет, они ушли от света. Почему? Потому что дела их были злые. И дальше в контраст. «А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Подчеркните мысль. Дела в Боге соделаны. Чем больше дел в Боге соделанных, тем выше твой статус и тем больше твое влияние в этом мире. Следи за тем, по какой причине, по какой мотивации соделаны твои дела, твои решения, твои поступки. Вы знаете, любое дело – это уже поступок. Поступку предшествует размышление, решение. Каждому решению предшествует мотивация. Если ты что-то хочешь сделать, проверь, кто тебе дает желание, чтобы совершить этот поступок. Потому что, как написано, из сердца исходят злые помыслы, и из сердца – источники жизни. К нашему сердцу имеет доступ и дьявол, и Бог. И почему написано, что «не давайте место дьяволу», потому что дьявол тебе даст желание, он даст тебе мотивацию. Что такое зависть? Да это мотивация дьявола. Каин решает. У него желание, у него эмоции. Авель лучше меня. Авель, да вообще-то он не лучше меня, это просто какое-то стечение обстоятельств. И такой бред несется, а? Я вот проповедовал во время этой поездки о прощении и предлагал людям покаяться в двух вещах простить. Кому-то простить грех, а кому-то простить успех. И выяснилось, что, оказывается, успех тяжелее простить, чем простить даже грех против тебя. А в чем провинился Авель? А успех. Успешных людей не прощают. Завистливые люди. И что такое зависть? Ну, зависть – это неправильная, неверная мотивация. Есть дела в Боге соделанные, а есть дела, которые провоцируют дьявол. Смотрите, Бог первым людям сказал, не вкушайте. Ну, знаете, это классика жанра. Следите внимательно за сферой своих эмоций и желаний. Вот там начинается вся интрига. Вон там область желаний. Хочу – не хочу. Иногда надо хотеть-хотеть. Я хочу хотеть Бога. Я Его не хочу. А я хочу хотеть. У меня нет желания, а я хочу, чтобы желание было. Так молитесь о том, чтобы оттуда все начиналось, потому что очень часто мы сражаемся с последствиями и забываем о том, что все-то начинается с мыслей. Не давайте место дьяволу. не позволяйте Ему даже временно вставать на капитанский мостик и рулить нашими эмоциями и рулить нашими желаниями и решениями. Итак, есть дела в Боге соделанные. Вот на этом я хочу поставить акцент. Давайте ревизировать и давайте просить Бога, Бог, дай мотивацию. Давайте согласимся, во время вот таких продолжительных молитв Бог тебе кого-то напомнит. Бог кому-то положит на сердце желание молиться. Вот это благословенная мотивация, потому что эти дела будут в Боге соделаны. Амин. Эти дела тебя прославят и возвеличат. Что делать, чтобы верить, чтобы творить дела Божьи? Первое, чтобы вы верили во Христа Иисуса, чтобы у нас были те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Почему нужно верить во Христа Иисуса? Потому что Христос творил дела Божьи. Это фундамент, это основа, чтобы не ошибиться. Верь во Христа Иисуса, который творил дела Божьи. Второе, если я во Христе Иисусе, то Христос будет контролировать сферу моей мотивации и моих решений. И все дела в Боге соделанные во имя Иисуса Христа, они Тебя сделают великим и благословенным. Следующая мысль, следующая мысль, Псалом 110. Давайте откроем Псалом 110. здесь написано так. Славлю тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Великие дела Господни вожделены для всех любящих онные. Почему люди говорят, что делать, чтобы творить дела Божьи? Потому что дела Божьи вожделенны для всех любящих его. Что такое вожделение? Это страсть. Это страсть. Это слово используется иногда по отношению мужчины к женщине, что вожделение, кто на женщину с вожделением, кто на мужчину с вожделением. это внутренняя неукротимая страсть, которая тебя несет, как цунами, как просто волна. И Бог говорит, чтобы такая же страсть со знаком плюс, чтобы она тебя тащила, чтобы она тебя просто поднимала вожделенные дела Твои, Господи. Мы должны однажды увидеть то, что творил Бог, и внутри нас должна взорваться эта страсть, Господи, я хочу творить дела Твои. Любить людей, как ты любил. На самом деле, быть справедливым, как ты был справедлив. Настолько ревновать о доме Твоем, как ты ревновал. Очищать дом Твой так же, как ты очищал. Видеть славу Твою, быть таким же смелым, обличая фарисеев, называя их гробами, окрашивая их это дела Божьи. И видеть то, что на эти дела приходит слава Божья. Следующий вопрос, насколько вожделенный, насколько лично для тебя привлекательны дела Божьи, настолько у тебя и будет желание их либо творить, либо просто забить на них. Либо это твоя сфера, либо это нет. Читаем дальше. Третий стих решающий дело его слава и красота и правда его пребывает вовек. Если ты творишь дела Божьи, значит ты творишь славу и красоту. Дела Божьи, подчеркните, дело Божье это слава и красота. Если мои дела в Боге соделаны, то значит в моей жизни присутствует слава Божья и красота. Амин. Все, что Бог делал, это было всегда великолепно, это всегда было красиво. Сотрудничество с Ним, сотрудничество с Духом Святым приведет нас к славе Божьей и красоте. Все, что Бог творил. Он отходил в сторонку и говорил весьма хорошо, весьма хорошо. Все, что без Бога сделано, весьма плохо, весьма неудачно. Вот почему 2 Коринфянам 4, 6 говорится Бог повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Если дело Божье это слава и красота, то Господь покровительствует каждому человеку, который хочет стать его сотрудником. Господь разделит с тобою славу и Господь разделит с тобою свою красоту, дабы его дела были на земле утверждены и провозглашены. Амин. 1 Коринфянам 15, 10. Давайте прочитаем. 1 Коринфянам 15, 10. Апостол Павел откровенно делится. Если творить дела Божьи, это означает по-любому быть сотрудником с Богом. Это называется корпоративная работа. И поймите такую вещь. Когда я устраняюсь и говорю Господь ты твори. Господь говорит нет. Творить дела Божьи можно только сотрудничая. Это сотрудничество. Сотрудничество предполагает соответствие. Вот почему Господь для тех людей, которые задают вопрос, что делать, чтобы творить дела Божьи. Бог говорит, я хочу, чтобы, во-первых, немного ты соответствовал мне сотрудники. Без соответствия они завалят любое дело. Поэтому Бог своих сотрудников поднимает на свой уровень. чтобы они так же мыслили, чтобы они так же рассуждали, чтобы они так же поступали. И это общий корпоративный успех. 1 Кринк 15.10 Но благодатью Божьей есть то, что есть. И благодать Его во мне не было тщетно, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая во мне. Апостол говорит, ну такая граница здесь, что дело Божье, это чья заслуга? Это заслуга человека, который верит Богу. Я верил, я сказал горе, чтобы она поверглась в море, или все-таки это Бог делает? И он говорит, сделает, я, впрочем, больше всех вас потрудился, чтобы перекос имел, впрочем, не я это, а благодать, которая во мне. Вот что такое сотрудничество. Благодать, которая в тебе делает твои поступки, твои решения, твои действия божественными. Амин. То есть, это сотрудничество. Это сотрудничество. Давайте посмотрим сейчас книга Неемии, чтобы понятно было. Для меня важна схема, и для меня важна логика. Помните, Неемия увидел развалины своего города, сердце его просто разорвалось на тысячу кусков. Он плакал, и он говорил, Господь, я ревную об этом, я ревную об этом, что мне делать, чтобы творить дела Божьи? Ревновать, любить, знать Его, слышать Его, исполнить то, что Он тебе говорит. Господь ищет сотрудников. Как вы думаете, почему Господь ищет человека, который бы стал в проломе за землю? Потому что ему нужно сотрудничество. Для того, чтобы осуществить дела Божьи, Богу нужен человек настолько же необходимо это, как человеку нужен Бог. Когда Иона говорит, Господь, ты без меня можешь спасти Неемию? Он говорит, нет. Чтобы творить дела Божьи, нужен Бог и человек. И чтобы они не конфликтовали, а чтобы они стали сотрудниками. Амин. Ты выполняешь свою роль, а Бог выполняет свою роль. Сейчас Неемию прочитаем, но я просто хочу, чтобы мы логически поняли, о чем идет речь. Библия говорит, если Бог не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. И если Бог не оградит города, напрасно бодрствует страж. И я теперь хочу сформулировать эту, как раз, мне кажется, очень простую, но достаточно серьезную мысль. Без строителей Бог никогда не создал бы дом, а без стражей Он бы никогда не защитил город. Наша роль, работа, участие, это есть естественная платформа для сверх естественной Божьей работы. Вера это корпоративная работа. Господь, помоги мне построить дом, но только я просто молюсь, молюсь и молюсь на участке в какой-то рабочей этой будке. И молюсь уже через 40 дней, смотрю фундамент уже. Спасибо, Господь. И дальше молюсь уже вечерю провожу, три вечери сделал, стены уже стоят. Господь созидает мой дом, а потом еще смирился, смотри, уже крыша стоит. Таких же чудес не бывает, а? Вы видите, если Бог не созидит дома, как Бог созидает дом? Бог использует строителей, дает ему мудрость и говорит, делай вот так и так, а я все устрою. И если не будет стражей на стенах, Господь не будет просто стоять и охранять. Богу нужны люди, которые бы выполняли свою часть работы, и тогда Бог гарантирует, я исполню свою. Так вот, неемия, что делать, чтобы творить дела Божьи? Во-первых, однажды почувствовать сердцебиение Отца Небесного, однажды уверовать в того, в кого послал Отец, уверовать в Его эмоции, однажды проникнуть в мир Его ощущений, ведь Бог тоже страдает, избранный город, Иерусалим, весь в развалинах, Бог скорбит, и неемия услышал эту скорбь. Бог ревнует, и неемия услышал эту ревность, и Бог так Ему был благодарен, как сотруднику, и говорит, тысячи людей просто топтались, проходили через эти развалины, и только один обратил внимание, и Господь пометил его, молодец, молодец, ты мой сотрудник, ты меня понимаешь. И что такое благоволение? Что такое сотрудничество? Для своих сотрудников Господь устраивает оптимальные условия. Он пришел к царю, рассказал о том, что у него на сердце, что такое благоволение? Это когда обстоятельства работают не против тебя, а когда обстоятельства работают в твою пользу. Царь подписал, президент подписал документы насчет строительных материалов, насчет транспорта, насчет логистики, насчет всех этих строительных компаний. Это соседнее государство. И такое благоволение. И не раз Неми писал, что и видел я мышцу Божью, которая была простерта над нами. Ну, вы помните, строительство шло, не без проблем, но мудрость заключается в следующем. Неми 6 глава в 15 стих. Стена была совершена в 25 день месяца Елула в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах наших и познали, что это дело сделано Богом нашим. Неприятели познали, что это дело сделано Богом нашим. У меня вопрос, кто строил стены? Люди строили стены. Но дело все это было в сотрудничестве с Богом. это не просто была идея людей, это была идея Божья, которая открылась людям и в сотрудничестве с Богом была построена эта стена. Что делать, чтобы творить дела Божьи? И я бы хотел в завершении просто сформулировать этих пять важных правил. Пять важных правил в том, чтобы наше служение было эффективным, результативным и успешным. Первое. Веровать в Него. Как Иисус сказал, вот дело Божие, чтобы мы веровали в Него. Вера это значит какая-то информация об источнике твоего успеха. Я верю, что есть Иисус. Его послал Отец в этот мир. Второе. Встретиться с Ним. Братья и сестры, если я хочу сотрудничать с Богом, не встретившись с Ним, сотрудничество лишено всякой реальности и всякого смысла. Первое. Веровать в Него. Второе. Встретиться с Ним. Встретиться с Ним. Когда Сау думал, что он служит Богу, и он так же обманывался бы дальше, но встретившись с Иисусом, Иисус ему сказал, Сау, это не твоя работа, это не твой бизнес, вот твое призвание, встреча с Ним. Вы помните, здесь была Изабелла, Аллом, уникальное служение было. В шесть лет она встретилась с Иисусом. Иисус ей рассказал о ее судьбе и так далее. Я думаю, что Иисус явился не только пятистам братьев и кифи. Вообще-то в мире наиболее влиятельные и глобальные служения возглавляют люди, которые лично встретились с Ним и получили из Его рук, из Его рук конкретные задания и посланничества. Встречается Иисус с теми, кто искренне хочет служить Ему. Правильно ли или неправильно, но Бог может подсказать. Но под лежачий камень вода не течет. Итак, первое, веровать в Него, второе, встретиться с Ним. Братья и сестры, молитесь, а встречи. Скажи, Господь, я хочу встретиться с тобой. Открой себя, расскажи мне про меня. Мне уже надоело 30 лет выходить сюда за исцелением, да это ненормально, что-то в Ефезда что-ли. Мне уже надоело 30 лет за освобождением ходить, уже не знаешь куда ехать. Да сколько мы можем из себя представлять лазарет, сколько здесь может уже происходить это служение. Да здесь уже да эти все исцеления, освобождения для неверующих людей, которые покаялись, и вот давайте их освобождать. Здесь уже освобожденные переосвободились, уже исцеленные переисцелились. Боже, что мне делать, чтобы творить дела Божьи? 20 лет исцеляться, это не дело Божье. Дело Божье уверовать в Него и уже самому идти в мир и исцелять там всех. Амэн. Боже, дай нам вырваться из этого заколдованного круга. Боже мой, мы хотим повзрослеть, оставивши начатки учения Христова, поспешить к совершенству, стать взрослее, стать уже отцами, стать уже духовными матерями, чтобы у нас уже были свои дети и свои духовные ученики. Итак, первое, веровать в Него. Второе, встретиться с Ним. С Ним, поверьте, не вера в чудеса, а вера во Христа Иисуса приведет к личной встрече и к просвещению своей жизненной цели. Амэн. Третье, говорить о Нем. Христоцентризм. Когда я встретился с Ним, я ни про кого и ни про что вообще никогда не хотел говорить. Я вспоминаю, когда я пережил крещение Духности, когда я пережил встречу с Ним и когда Бог мне рассказал о моем служении, кем я должен быть, вы знаете это свидетельство. Вы знаете, я как сумасшедший, я везде проповедовал именно о Нем. Аэропорт, мы ездили куда-то и в Алмату, и в Украину, и в Ташкент куда-то. Чемодан ставим куда-то в аэропорту в Риге. Все очень просто. Сказки обман, солнечный остров крылся в туман, нет райской птицы, среди воронья, кто-то ошибся, ты или я, я успел познать Иисуса, а ты успел или нет, я как окаянный везде Макаревич и Евангелие от Матвея, Макаревич и Первая Коринфяна, Макаревич и везде в самолете, в самолете в Алмату летим, я, уже подлетаем к Алматы у стюардессы, говорю, можно этот? А он говорит, а что вы хотите? Я говорю, хочу сделать объявление. Я говорю, какое объявление? Я говорю, там конференция будет, да ради Бога, в аэрофлот позволял. Я беру микрофон, я сейчас бы уже думал, политкорректно, это как будет этично или неэтично. Господи, если ты любишь Иисуса, тебе все этично. Я сейчас думаю, какие мы сумасшедшие были, а? И вот я бортпроводник такой на 10 минут и начинаю опять говорить. Чего только не говорил. Говорил так много, не веря в чудеса. И это было бы странным, всю жизнь летать однажды воспарив и все-таки всегда прощаемся нежданно, а самым главным не договорив. Мы должны успеть в своей жизни договорить, а главное пассажиры смотрят. У меня было преимущество, что выходить никто не смог из этого зала. и я говорил, что есть Христос, который тебя любит, который, если ты не знаешь настоящей любви, то настоящая любовь, мы только о Христе и говорим. Сейчас и психология, сейчас и тригонометрия, и геометрия, и история, и там парапсихология, и психотерапия. Божий что, раньше только Иисус Христос. Христос прощает грехи, Христос умер за наши грехи, Христос воскрес измерзных, бла-бла-бла-бла, только Христос. Бла-бла, это называется благословение. Так вот, и когда мы уже подлетали, я помню, самолет уже начинает садиться, знаете, как плохо стоять, когда самолет садится, говорит, пристегните, а я не пристегнутый, я еще не дорассказал. и в конце уже адрес, там адрес, рассказывал, куда приходить и все. Ребята, если ты встретишься с Ним, ты будешь говорить только о Нем. Ты будешь говорить только о Нем, как Христос, как Павел одно же сказал, и когда я был у вас, я не хотел знать абсолютно ничего, кроме Иисуса Христа, и причем распятого. Итак, что делать, чтобы творить дела Божьи? Первое, веровать в Него, второе, встретиться с Ним, а Он обязательно желает этого. Третье, говорить только о Нем. Помню, даже в Иерусалиме, когда эти апостолы что-то говорили, говорят, мы накрепко запретили вам говорить о чем? О имени Иисуса. Именно имя Иисуса это самое главное. нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. Итак, третье, это говорить о Нем. Четвертое, действовать с Ним. То есть, вера, это партнерство и сотрудничество с Ним. Действовать с Ним. Что такое действовать с Ним? Это быть в одной команде. Это значит, когда тебе Господь дает, и ты что-то преломляешь. Иисус говорит, идите, наполните эти сосуды водою, делай свою, ну, свою роль. И ты наполнил сосуды водой, и именно в твоих руках потом Господь эту воду превратит в вино. Веришь ли, дело Божье это сотрудничество, в котором есть твоя часть работы, и есть Божья часть, и все. Не то, что ты сложа руки, ну, Господь, иди. Господь тебе скажет, вот иди, сделай вот это, и когда ты вот это сделаешь, вот тогда я сделаю вот это. Наполнишь сосуды водой, я тогда превращу эту воду в вино. Действовать с ним, а это значит дары Святого Духа, а это значит сотрудничество с Духом Святым, это значит, Господь, что ты, что ты хочешь делать, Господь, что повелишь мне делать, Господь. Ведь смотрите, вот встреча с Авла с Иисусом, она как в миниатюре открывает вера, встреча, и дальше что? Он говорит, что повелишь мне делать. Вот это уже сотрудничество. Итак, сотрудничество, четвертое. Следующее, все свои достижения смело называть делом Божьим. Не присваивать себе абсолютно ничего, а все свои достижения смело и открыто называть делом Божьим, как неемия, говорит. И когда мы все, мы строили, конечно, строили, но если бы Бог нас не благословил, мы бы ничего не построили, или то, что ты строил, все бы просто развалилось. Мы что ли спасаем людей? Дух Святой их спасаем, но без нашего приглашения, без наших молитв, без нашей проповеди. Как, Господи, Как люди могут верить, если не будет проповедующего? Как люди могут проповедовать? Если не будет посланничества? Вот и здесь мы должны понимать, что мы сотрудники Его. И все дела или все достижения мы должны смело назвать делом Божьим. И враги наши, неприятели, когда увидели, что стена восстановлена, они упали в своих собственных глазах и познали, что это дело Божье. Поверьте, что и новые поколения это дело Божье. Свою часть делаем мы, но свою часть Господь осуществляет. Амин. И если это дела Божьи, то они будут защищены самим Богом. Амин. Мы глубоко верим, что то, что Бог начал, Он обязательно это завершит. И сейчас давайте помолимся, чтобы Господь глубже открыл эту истину нашему сердцу. чтобы религия закончилась, чтобы механика, всякие вот эти религиозные эксперименты, они закончились, нам нужна реальная встреча с Ним. Молитесь по этим пунктам. Я хочу верить в Тебя, Иисус. Я хочу встретиться с Тобой, Иисус. Я хочу проповедовать и Тебе, Иисус. Я хочу сотрудничать с Тобой, Господь. И я хочу все достижения, отдать только Тебе. Все свои венцы, все свои достижения я складываю перед престолом Твоим и говорю, Ты, Агнец Божий, достоин принять всю славу. Ты, Агнец Божий, достоин принять всю честь. А я, как Твой покорный слуга, хочу исполнить все, что Ты мне поручил. Халлелуйя. Блестальмейзу, Рибиджамаха. Я прошу, Господь, вышли делатели Твоих на Ниву, которая пожелтела и готова к жатве. Дух Святой, напиши на скрижалях нашего сердца волю свою научи нас слышать голос Твой. Делай все, что Ты хочешь, Господь. Молись на языках. И когда Ты молишься на языках, Твои тайны открываются Богу. И поверь, Бог свои тайны откроет Тебе. Тайну о Твоей судьбе, о Твоей жизни. Молись и взыщи, Господь. Молись и взыщи, Господь. Господь, возьми этот огонь жертвенника и освети наше усталость. И мы хотим сказать, вот я, пошли меня. Вот я, Господь, используй меня. Я хочу быть Твоим сотрудником. Я хочу познать волю Твою. Дух Святой, уразумляй нас. Дух Святой, открывай нам волю свою. Я прошу, Господь, разбуди в наших сердцах эту ревность спасать людей. Разбуди в наших сердцах эту ревность проповедовать Евангелие. Господь, пусть каждый человек в зале будет Твоим сотрудником. Господь, яви себя. Открой лицо свое. Открой волю свою. Боже, вышли делатели на Ниву, которая пожелтела и готова к жатве. Мы нуждаемся в Тебе, как никогда. Драгоценный Дух Святой. Драгоценный Дух Святой. Благодарим, благодарим Тебя. Раствори это слово верою. Мы хотим творить дела Твои. Если уж следуют за нами дела наши, так пусть это будут дела Божьи. Аллилуйя. 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 Пророк Исаия говорит про Иисуса. Он будет с довольством смотреть на подвиг души своей. Какие дела шли за ним. Дела эти можно назвать одним словом. Подвиг души своей. И Он будет смотреть с довольствием. Почему? Он жертву принес. Он был изъязвлен. Он висел на гвоздях. Полноценного служения без жертвы невозможно. Возьми сейчас с собой жертву. Когда ты приносишь жертву, когда ты приносишь жертву, открывается небо. Жертва открывает небо. И жертва открывает путь к откровению. Когда ты приносишь жертву, приходит Дух Святой. Приходит Бог. И говорит, проси, что дать тебе. Рука моя не ослабела. Дух Святой на этом месте. Возьми свою жертву. Во имя откровения. О своем предназначении. Что делать, чтобы творить дела Божьи? Дух Святой открой каждому из нас. И пусть каждый человек будет счастливым, радостным. Потому что дело Божье – это слава и красота. Пусть славы Божьей будет больше. И пусть будет красоты еще больше. Поднимите, пожалуйста, руку. Свою жертву. И вместе помолимся. Скажи, Отец Небесный, Я благодарю Тебя за это Слово. Благодарю Тебя за то, что Ты великий Бог. За то, что Ты творец. За то, что Ты этот мир сотворил прекрасным. И Ты родил нас во Христе Иисусе. Для великой жизни. Для великой судьбы. Я прошу Тебя, Господь, открой мне ключи Царствия Твоего. Открой мне ключи моей судьбы. Я хочу войти в свое призвание. Я хочу творить Твои дела. Дела в Боге заделанные. Я хочу быть Твоим сотрудником. Я хочу быть Твоим соратником. Я хочу сотрудничать с Тобою. Иметь соответствие. Что повелишь мне делать, Господи? Я исполню волю Твою. Я хочу видеть славу Твою. Хочу ходить во свете. И пусть наше сотрудничество, наша вера принесет великую победу для славы Твоей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, пустите ведра по залу. Что делать, чтобы творить дела в Божьем? Что-то зависит от нас. И что-то зависит от Бога. Тебе Господь что-то поручает. Если ты выполнишь то, что тебе Бог поручил, Бог обязательно свою часть исполнит. Нейман пришел. Он хотел чудо, но не верил в того, кого послал Бог. Поэтому ему показалось, что сюжет должен выглядеть чуть-чуть иначе. И когда ему сказали, иди, окуни семь раз в Иордане, он разгневался и говорит, неужели нет рек в моей стране, чтобы водные процедуры принимать? Видите? Надо веровать в того, кого послал Иисус. И все, что Он говорит, считать за абсолютную правду. Он бы потерял свое исцеление, если бы у Него не были помощники, которые бы не сказали, одумайся, пожалуйста, сделай, что Он тебе сказал. Уверуй в того, кого послал Иисус, кого послал Бог. Как тяжело бывает иногда верить в того, кого послал Иисус, кого послал Бог. Иисус проповедовал. Конечно, не все было понятно. Поймем ли мы до конца, что Он говорил, когда Он говорил про кто будет есть плоть мою, кто будет пить кровь мою, тот будет иметь жизнь вечную. Истали 70 учеников. Кто может такие слушать слова? Вера в того, кого послал Иисус, поможет нам устоять в условиях даже непонимания. Я верю во Христа Иисуса. Если это Сын Божий, значит, все, что Он делает, это дела Божьи. Амин. Много соблазнов, много противоречий в жизни, но вера в Иисуса Христа, она защитит нас от отступления, от поражения и от всяких падений. Амин. Давайте прострем руки и помолимся. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты здесь. Благодарю Тебя, что Ты открываешь нам истину. Я благодарю Тебя за присутствие Твое, за Слово Твое. Благодарю Тебя за то, что мы познали Тебя. Ты прекрасен и велик. Благодарю Тебя, что Ты нас рассматриваешь как своих сотрудников. Я благодарю Тебя, что Ты открываешь нам тайны Царствия Твоего. Ты преломляешь хлеб и помоги нам этот хлеб преломить. Ты исцеляешь нас и помоги нам исцелять. Ты освобождаешь нас и помоги нам освобождать. Ты возлюбил нас и помоги нам любить. Ты справедлив и помоги нам быть справедливым. Ты утверждал Царствие Твое на этой земле и помоги нам утвердить его. Пусть, Господь, христоцентризм вернется, Господь. И пусть это драгоценное имя нашего Господа будет превыше всех имен превознесено и прославлено. Я благодарю Тебя, Господь, за послушание народа Твоего, за этот жертвенник. Благодарю Тебя, Господь, за решение всех проблем. И прошу Тебя, пусть все эти нужды, которые здесь записаны, будут удовлетворены. Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Да будут они разрушены. Я прошу Тебя, пусть однажды живые свидетели, они встанут на это месте и засвидетельствуют о том, что Ты велик, что Ты являешь славу Твою и красоту Твою, в судьбе тех, кто уповает на Тебя. Пусть имя Твое прославится, пусть имя Твое возвеличится в нашей жизни. Мы просим Тебя об этом. Аминь. Получил ли ты сегодня вечером практическое руководство? Друзья мои, мы должны быть практиками. Мы должны быть практиками. Ну, где твой сынок? Давай. Давайте помолимся за юношу Даник. Давай, камеру оставляй. Мамочка так хотела, чтобы мы помолились, а его сыночки. Иди сюда. Данил? Даниэль. Видишь, какие имена? Есть Неемия, есть Нееман. И тот мужик, и тот мужик. Но только он не я, а этот Нееман, Мэн настоящий. Даниэль и Даниэль. Как будто разница. Отлично. Вот я всегда спрашиваю, вот у тебя день рождения, что бы ты хотел, а вот раз, два, три. Три желания. На маму не смотри. Первое. Здоровье. Быть ближе к Богу. Быть другом для Него. И третье. Не знаю. Ты танцуешь сейчас или чуть-чуть? Да. Ну, скажи, что танцор, но умеет жить. Да, успех. В танцах. Давай, на колени вставай. Да, 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 да. Давайте, как за своего сына. Давайте, просто трем руки и помолимся. О, драгоценный Господь, я так благодарен Тебе за то, что Ты даешь нам, детей. И, Господь, мы просим, прикоснись сейчас к Его сердцу. Я прошу с этих лет, пусть Его сердце наполнится любовью к Тебе. Пусть Он познает благодать Твою. Пусть Он будет ближе к Тебе. Господь, я умоляю Тебя, даруй Ему здоровье. Дай Ему, Господь, знания Своего призвания, Своей цели, Своей профессии. Я прошу Тебя, пусть Он знает, как творить дела Божьи. Пусть Его дела будут в Боге соделаны. И пусть за Ним идут дела, прославляющие Тебя и прославляющие Его. Я прошу Тебя, пусть Он будет послушным Сыном и земным родителем, и небесным. Я прошу, защити Его, Господь, от всех соблазнов и современных искушений. Я призываю кровь Иисуса Христа. Окружи Его благодатью, окружи Его правильными людьми, и пусть благоволение Твое пребывает над Ним. Пусть обстоятельства будут не против Него. Но в Его пользу я прошу, помазывай Его Духом Святым. Я прошу, встреться с Ним. Яви себя, проговори Его сердце, и пусть Он будет сосудом в Твоих руках. Я прошу, Дух Святой, положи свою печать во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Поздравляю. Даниэль. Аминь. Аминь.